Радио 54 Первое. Областное радио Мы же уже привыкли Работать в онлайне И программы я делаю Когда люди записываются из дома С диванчика, онлайн концертики И все такое Уже несколько недель назад мы начали думать Что же с этим делать Потом к нам пришли замечательные сотрудники Музея Новосибирска Потом мы поговорили с другими ведущими Музеями нашего города Крайбеческим, художественным С парком Россия моя история И придумали как же сделать Ночь музея все-таки так, чтобы она прошла Она пройдет в этом году В формате онлайн, как сейчас все В формате телемарафона Телемарафона, не просто в сети А именно еще и Да, 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 трансляция И будет же трансляция параллельно где-то На ютуб канале УТС будет Будет трансляция на Различных каналах Этих самых музеев, о которых я уже говорил Ну, в общем, для меня самое главное Конечно, это эфир телеканала УТС В 21.00 Завтра мы Впрямую Выйдем Наверное, с набережной Наверное, от фрагмента Моста нашего замечательного Выйдем в прямой эфир Откроем эту ночь музеев Почему оттуда? Потому что, ну, вот Нормальное бы время Год назад Там бы была уже толпа народов Извини, перебью тебя Имеется в виду набережная Это вот музей городской ночи Да, да, городской начало Вот это вот Музей Новосибирска На улице Обская Памятник То есть это одно из таких центральных мест Ночи музеев Традиционно Там куча народу Там что-нибудь показывают Рассказывают Выставки под открытым небом Вот, наверное, там мы стартуем И потом будем перемещаться по городу Периодически выходя в эфир Выходя на связь Вместе с экскурсоводами Вместе с руководителями музеев И рассказывать какие-то байки Пройдемся по каким-то основным местам Где, ну, вот, где, наверное Мы бы все оказались в ночь музеев Ну, не будь у нас вот эта история Ну, то есть концепция программы будет такова Что один журналист перемещается по музеям И ведет оттуда прямые репортажи Да, с кем-нибудь, да То есть не один журналист Ну, вместе каждый раз у меня будут меняться Нет, я имею в виду, что один человек будет в кадре Один человек будет перемещаться по городу Не так, что там в каждом музее свой журналист Да, да, да Перемещаться придется мне Мы вот прямо сегодня Мы будем обговаривать Места, время Но это будет улица Инская Где, в общем, такой исторический центр Новосибирска Где, можно сказать, какие-нибудь баечки Вот, и это будет не вся программа, конечно То есть что-то мы готовим Вот уже недели две В пожарном таком порядке Снимаем ожившие предметы в музеях То есть мы пытаемся протестировать музейные экспонаты Посмотреть, насколько они могут работать Мы снимаем музей, сами снимают Предоставляют нам какое-то видео свое, да Ну, например, можно ли сегодня гладить белье утюгом Который работает вот на Ольгах Узнать завтра, да Да, да, да Вот такие вещи Здорово Ночь музеев на телеканале УТС Это потрясающая возможность для всех нас Находящихся либо в режиме самоизоляции Либо просто целующих пороги всех закрытых Заведений Окунуться действительно в эту потрясающую историю Находясь дома на диване Можно быть где-то в другом месте Но просто, к примеру, подключившись к каналу на Ютюбе Телеканалу УТС И тоже посмотреть какую-то интересную историю И открыть для себя что-то новое Это уникальная, потрясающая возможность За что вам телеканал УТС Алексей, тебе лично Огромное спасибо Может быть есть какой-то сюрприз Который вы готовите для зрителей И приоткрыть который чуть-чуть хотя бы можно Ну так же как с утюгом Узнаем, можно ли гладить Что еще узнаем Ну вот мы Общая концепция этого телемарафона Сделать так Ну вот стать глазами, ушами тех людей Которые с удовольствием пошли бы на ночь музеев Или бы не пошли И никогда не знали об этой акции Случайно включили телеканал А теперь возьмут и сходят Да, через год или осенью Когда что-то пройдет какая-то часть Ну в реальной, в реальности Состоится ночь музеев Это вот как бы общая задумка Но мы решили не останавливаться На каких-то традиционных маршрутах И сходили туда, куда даже В настоящую, в обычную ночь музеев Никто бы не попал Ну например, мы провели ночь В новосибирском метро Катались на дрезине По техническим путям Смотрели, что происходит в метро ночью Где ночуют поезда Мы побывали в башне дома с часами Ну туда просто не приведешь экскурсию Потому что там влезут вот Два человека Да, втроем бы мы влезли бы еще А мне нравится ваша идея Да, можно То есть мы на крыше этого здания Мы побывали в хранилище В хранении новосибирского художественного музея Где даже сотрудники музея Бывают может быть раз, два в год Это где специальные условия созданы И поэтому туда очень выборочно пускают Да, 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 и там очень атмосферно Там стоят закрытые мешками скульптуры И среди этих скульптур есть те, которые, например, Лично одобрил Лев Толстой в свое время Вот, то есть вещь, на которую он смотрел Сказал, это хорошая, хорошая вещь Вот она стоит там, спрятана в подземелье А хорошая вещь, она даже в мешке хороша Да, 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 мы открыли мешочек Размошили все-таки, да? Посмотрели, конечно, да То есть мы посмотрели какие-то экспонаты Мы выйдем на связь с московским музеем Тропинина И с нашего Крывеческого музея С Андреем Валерьевичем Шаповаловым Мы уже вот обговаривали вчера, как это все будет И Москва передаст нам привет своего музея Почему это произойдет? Потому что в ночь музея в Крывеческом Должна была открыться выставка из Москвы портретов Музей наш приготовился к приему выставки Москвичи приготовили свои картины Но, так сказать, никто никуда не поехал Картины ждут там, музей ждет здесь Но мы откроем эту выставку онлайн Вот такой у нас телемор в Москве будет И, ну так можно еще сказать Даже с парком Россия моя история Мы прогулялись по новосибирскому военному городку По замечательной кирпичной здании На улице Тополевой в глубине этого городка Заброшенные, действующие Находящиеся за забором военных частей Вот куда смогли, туда попали Нашли автографы дембелей 37-го года, например Вот это да Наверное, можно отметить нашу экскурсию По дому с часами Это такое здание, памятник конструктивизма Который стоит на Красном проспекте Все мимо него ездили Это напротив облах администрации? Да, 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 рядом с облах администрации Там вот в том районе, на улице Коммунистическая Рядышком Мы, вот я уже однажды Я когда-то бывал в этом здании У него потрясающая энергетика Ну, это вот совершенно волшебное здание Там галерея такая стекленная Стекленная И вниз создаются какие-то невероятные энергетические световые потоки Когда ты стоишь на перекрестке двух коридоров И ты вот это там чувствовал сам, да? Да, и мне хотелось попасть туда еще раз И облазить его вот весь-весь-весь-весь-весь И мы это сделали У нас будет сразу две экскурсии По этому дому С часами Мы попали и в башню Посмотрели на знаменитые часы, которые идут Их же недавно там реставрировали Да, да, их недавно спасли Там 12-й только мастер смог справиться с этим механизмом И с этим мастером поговорили И это не просто человек Он на самом деле чувствует ответственность за город Потому что есть такая легенда Когда часы идут в Новосибирске, все хорошо Вот он туда попадает раз в неделю В эту башенку И в Новосибирску хорошо Вот мы с ним поговорили Мы побывали на крыше Побывали в квартире А там еще какой-то подвал волшебный Подвал, да, там есть замечательный Но там сейчас В общем, это на будущую программу у меня Так это Задел, да? Да, задел Будет подвал, очень интересно Там много чего осталось Подземелья оставим потом В подвал мы планируем Как раз вот это старинное здание На улице Обская, на набережной Вот там мы попадем в подвал Говорят, там есть уникальные вещи Какие-то вот старинные рельсы Вот посмотрим Это прямо в прямом эфире Да дошли бы мы ногами туда Сами, да конечно же Вряд ли В обычных каких-то условиях Поэтому мы уже последнее время Начинаем благодарить Вот эту историю Под названием Самоизоляция Коронореалии Потому что Всегда надо во всем искать плюсы А плюсы слишком очевидны Они сейчас уже Многими из нас осознаются И это очень важно Понимать И благодаря телеканалу УТС Можно будет попасть Просто в святая святых Да Поговорим про старые рельсы На Новый Лад Что называется На Новый Лад, да И еще побываем в ночном метро Новосибирска Не забывайте Ну я же не даром про рельсы Заговорю Это да Ну что, Леш Приглашай еще раз всех На Ночь музеев Да Приходите на Ночь музеев Мы будем Вашими глазами Ушами Вашими Экскурсоводами В общем Мы постараемся Сделать этот телемарафон Таким легким Неофициальным Таким Ненапряжным Чтобы вам было интересно Ну вот приходите И сидите на диване Здорово же А через год Встретимся в реальности Посмотрим Радио 54 Первое Областное радио Радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова